здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который назвал черная флешка нквд дело меркулова значит много вы уже слышали о подземных значит городах гитлера под антарктидой о секретных картах прохода в эти города о подводных лодках я предлагаю вам посмотреть самим эти самые интересные документы один из вас я маленько зачитаю а остальные покажу и вы увидите какое огромное количество этих документов и вы сможете до вечера залипнуть у экрана поехали ссср народный комиссар государственной безопасности центральный комитет всесоюзной коммунистической партии большевиков доклад нгб ссср располагает информации о том что в руки наших контрразведчиков в берлине 4 5 мая 1945 года вместе с трупами семьи министра пропаганды германского рейха доктора геббельса что не вызывает сомнения в его смерти смерти его жены и детей был подброшен обгоревший труп неизвестного мужчины в возрасте 50 60 лет выданный за рейс канцлера германии адольфа гитлера первоначально обгоревший труп который в последующей отнесли к адольфу гитлеру обнаружил 4 мая 1945 года в двух метрах обхода в бункере рядовой 79 стрелкового корпуса чураков он вытащил обгоревший труп из уродованные до неузнаваемости из воронки которые закопали снова так как это же так как в это же время был обнаружен еще один труп похожий на адольфа гитлера рваных шерстяных носках первоначально обгоревший труп который в последующем отнесли к адольфу гитлеру извините так поехали дальше в докладу меркулов утром 5 мая 1945 года к представителям контрразведки смерж обратился скрывавшийся в подвалах имперской канцелярии сотрудник от храма ставки гитлера проходивший службу в войсках сс и участвующий в защите территории имперской канцелярии и в охране гитлера харри менгесхаузен с настоятельной просьбой допросить его по факту смерти адольфа гитлера свидетелей которой он является он показал что 30 апреля 1945 года года около 10 часов утра он нес охрану в имперской канцелярии и наблюдал за бункером гитлера встретившись со своим сослуживцем ординарцем гитлера бауэром он узнал о том что гитлер и его браун покончили жизнь самоубийством бункере после этого сообщения спустя час он увидел как интендант адъютанты гитлера юнша и линге на руках вынесли и положили в полутора метрах от входа в бункер труп в котором он узнал гитлера по характерной прическе усам и одежде черные брюки серый зеленый френч белая манишка и черный галстук через несколько минут они же гюнша и линге вынесли труп женщины одеты в черное платье в котором он узнал его браун так как раньше видел ее в этом платье в здании имперской канцелярии гюнша и линге облили трупы бензином из двух канистр по 20 килограмм каждая а затем подожгли их когда трупы обгорели клинге и гюнша из бункера вышли еще два человека из личной охраны гитлера фамилии которых он не знает они перенесли обгоревшие трупы в воронку из-под взрыва в двух метрах от входа в бункер присыпав их землей мюнгесхаузен указал контрразведчикам 79 стрелкового корпуса места сожжения и захоронения трупов после этого из воронки указанной мюнгенхаузен были извлечены трупы мужчины и женщины в последующем мюнгенхаузен подтвердил свои показания будучи допрошенным 10 13 17 и 28 мая так как его показаний так из его показаний следует что интендант что интендант от ютанты гитлера вынесли его труп вне изуродованном виде он видел характерный профиль гитлера усы и прическу форм одежды которую германии носил только гитлер также отчетливо он видел трупы евы браун показания мюнгенхаузена зафиксированными актами обнаружения обгоревших трупов мужчины и женщины предположительно гитлера и браун однако показания мюнгенхауза противоречит приведенному судебно-медицинскому исследованию судебно-медицинскими экспертами и патологоанатомами 1 белорусского фронта 3 5 армии как следует из акта судебно-медицинской экспертизы номер один труп неизвестного мужчины предположения адольфа гитлера невозможно идентифицировать так как от головы из-за раздробленности черепа отсутствует лицевая часть из костей черепа остались сильно поврежденные носовые кости нижние и верхние челюсти с золотыми мостами и искусственными зубами а также раздробленные кости основания черепа указанные повреждения могли быть причинены либо дроблением головы тяжелым предметом похожим на кувалду либо прямым выстрелом в затылок из крупнокалиберного оружия вместе обнаружения трупов не имелось каких-либо предметов с помощью которых можно было бы раздробить голову до неузнаваемости а также следует принять во внимание то обстоятельства что ментгенхаузен как он утверждает отчетливо видел как адъютанты гитлера выносили его труп в целом виде не изуродованным ну вот короче вот такая вот ребята интересная информация читайте на здоровье вот значит сколько вы найдете тут всего обратите внимание сколько здесь вот они эти интересные карты интересные фотографии все это вы можете посмотреть на флешке точнее по ссылке которую я вам оставляю есть здесь значит вот такой вот акт опись документов подшитых в где документов подшитых в деле то есть посмотрите сколько здесь документов вы можете прочитать опись составить на составил помощник нквд по особо важным делам майор егоров так что пожалуйста проходите смотрите вот сколько здесь будет всего так давайте чего нибудь посмотрим вот это вот вам эта земля ну ладно не буду вас задерживать смотрите на здоровье подписывайтесь на канал буду показывать вам много интересных документов до свидания